Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine и в этом выпуске мы покурим сразу два трубочных табака и это вновь будет Кэпста. Готовы? Поехали! С маркой Кэпстом у меня связано много теплых воспоминаний и одно из них это то, что с обзора на Кэпста на Риджинал Навикад начался мой канал. Даже не знаю что еще можно добавить, было круто, тепло и лампово. Но сегодняшний выпуск это не ремейк, я постараюсь по-новому взглянуть и под другим углом на казалось бы привычные вещи с какими-то вещами познакомлюсь сам, а с чем-то может познакомлю и вас. Кэпстом одна из старейших марок табака из числа дошедших до наших дней и как и в случае с табаком эзотерика табакеана, все началось создание собственных смесей в небольшом табачном магазинчике. С той лишь разницей, что наша сегодняшняя история началась за пару сотен лет до того, как появились первые смеси эзотерика табакеана. А именно в 1786 году, когда Генри Овертон Уиллз открыл в Бристоле свою небольшую табачную лавку. Курительный и нюхательный табак, дешевые сигары, зонтики и свежая утренняя пресса. Словом, обычная табачная лавка портового города. Предприятие Генри Уиллза развивалось, но эти темпы сложно было назвать хоть сколько-нибудь стремительными. Однако, все изменилось, когда на смену основателю пришли его сыновья Дэй Уиллз и Генри Овертон младший. И изменилось все очень сильно. Ого, это были джентльмены с сильной хваткой. Эдакие острые козырьки от табачного бизнеса. Начиная с 1830 года, они полностью перекроили дело отца. Открыли собственное производство и быстро вывели компанию на позиции лидеров среди табачных фабрик Британии. Одним мощным рывком они в буквальном смысле с размаху впечатали свои имена не только в историю британского бизнеса, но и в мировую историю табака. WDNH Уиллз – значимое имя и на мировой табачной карте, и в истории промышленного развития Англии. Дэй и Генри были в числе первых кто открыл столовую для своих рабочих. Сотрудникам полагались оплачиваемые отпуски и бесплатное медицинское обслуживание. Тогда это было чем-то просто невероятным. Устроиться к ним на работу было все равно, что сейчас попасть в Газпром. Бонусов немного, но каков эффект, когда сообщаешь всем, где ты трудишься. А так как сарафанное радио было по сути не единственным способом распространения неофициальных новостей, это работало. К этим промышленникам относились в народе с уважением, и их продукция раскупалась очень хорошо. В 1901 году WDNH Уиллз вместе с еще одним табачным гигантом Британии и фабрикой John Player & Sons стали тем прочным фундаментом, на котором была воздвигнута компания «Империал табака», созданная с целью противодействия начавшейся американской табачной экспансии. Так что все не так уж и просто. Запутанная история. Табак Кэпстон впервые появился в 1893 году и быстро стал популярным. Под этой маркой стали еще выпускаться и сигареты. Поклонников у Кэпстона было множество. Говорят, что Кэпстон на века в синей банке был любимым табаком Джона Рональда Руэлла Толкина. Не оставался любимым табаком его сына, Кристофера, до тех пор, пока тот не бросил курить. Фабрика в Бристоле проработала до 1990 года, а после ее закрытия, по лицензии «Империал табака» трубочный табак Кэпстон стал производиться в Дании на табачной фабрике Орли, но от чего-то не поставлялся за пределы Европы. Приходилось вывозить его окольными путями. С 2013 года Кэпстон выпускается на фабрике Макбарен, там же в Дании и тоже по лицензии. Не хочу ударяться в обсуждение типа «торт этот табак» или «не торт». Опять же, безусловно, он сильно изменился, но синий Кэп от Макбарен мне нравится, хотя и по флейкам о Торли я скучаю. Чего уж. И вот тут прозвучало важное слово «флейки». Конечно же, я никогда не упускаю возможность сказать о том, что флейк – одна из самых красивых табачных форм, а если пластины порезаны ровно и аккуратно, это просто восторг. Однако, вместе с флейками Кэпстон, фабрика Макбарен выпустила и табак «Рэдди Раббит», то есть размятый флейк. «Зачем?» – хотелось мне кричать. «Ребята, зачем кому-то понадобился размятый флейк, если есть отличный, красивый флейк?» Кричать, конечно же, я не стал, просто отвернулся и больше не смотрел в сторону круглых банок. До недавнего времени, когда в руки ко мне попала пара банок «Кэпстон Рэдди Раббит», «Оригинал» и «Голд», открывал, признаюсь, с тяжестью на сердце, и первым, конечно же, открыл «Синий Кэпстон». И тут же, с радостью для себя обнаружил, что главное мое опасение оказалось абсолютно напрасным. Я ожидал увидеть просто ленточный табак, но то, что я увидел, было даже не «Рэдди Раббит», а скорее «Брокен Флейк». То есть это просто наломанный пластинный навикат, сложенный в круглую банку и спрессованный в лепешку. Запах, влажность, все то же самое, просто в поломанных пластинах. Тот же «Флейк» просто без всех своих красот и прекрас. Я открыл банку желтого, и там было все ровно то же самое, ломанные пластины «Кэпстон Голд». Думаю, самое время устроить им «Версус Баттл» и понять, чем же на деле они на словах различаются «Кэпстон Оригинал» и «Кэпстон Голд». Оценивать буду по традиционной схеме в три раунда. Это цветовая дифференциация. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Аромат. И третий раунд – это крепость и вкус. По цвету синий «Кэп» темнее, и это видно. «Кэпстон Оригинал» уходит в шоколадно-коричневые тона. «Кэпстон Голд», соответствуя названию, имеет золотисто-красноватый оттенок. Если разнести оба этих табака на расстояние, то эта разница может и не будет бросаться в глаза. Но при прямом сравнении это видно. Как говорится, раунд. Что касается аромата, то у «Кэпстон Оригинал» он действительно более густой, более насыщенный. Но тут отчетливо улавливается влияние соусирования. Такая жирная, сливово-ягодная нота с кислинкой и табачным фоном. Запах «Кэпстон Голд» уже более прозрачный. Здесь есть сладость, яблочная нота, немного карамели и травянистая основа «Вирджинии». Соуса здесь заметно меньше. Раунд. Субтитры подогнал «Симон» Соусирование флейка «Кэпстон Оригинал» отчетливо проявляет себя во вкусе. Здесь ровно то же самое. Это чуть парфюмная нота с неким ягодным оттенком. Я уже говорил, что мне этот привкус нравится, но не нравится, что он оседает в трубке. В целом, вкус и аромат дыма более хлебные, более насыщенные. По крепости «Кэпстон Оригинал» воспринимается как 4,5-5 баллов из 10. Во вкусе «Кэпстон Голд» сладости больше. Здесь внимание сосредотачивается на табачной основе с травянистыми нотами и оттенком цитрусовых «Золотых Вирджинии». Соусирование уже не так бросается в глаза. Вкус становится ближе к натуральному. Эта пара – вкус и аромат слаще. По сравнению с оппонентом, они кажутся более утонченными и даже элегантными, но не менее яркими. По крепости 2,5 балла. В лучшем случае троечка из 10. Что ж, раунд. Попробуем подвести итог. Синий «Кэпстон» более крепкий, более яркий и насыщенный. Но и соусов в нем, если не сильно больше, то прям больше. Желтый «Кэпстон» слаще. Основа здесь – натуральный вкус табака, вкус «Золотой Вирджинии» со всеми ее плюсами и минусами. При этом в ущерб каким-то узнаваемым, характерным чертам. Что из этих двух табаков выбираю я? Если мне нужно именно покурить, то есть получить свою порцию витамина Н, то тут вход, конечно, идет к «Кэпстон Ориджинал». В первую очередь из-за крепости и потом уже из-за вкуса и аромата. Если острой нехватки витамина Н в организме нет, и я могу позволить себе просто выкурить трубку, погрузившись в разборы нюанса табака, то тут как раз наступает время «Кэпстон Голд». Его надо курить медленно, вдумчиво, полностью посвятить себя курению этого табака, получив максимальное удовольствие. Любая спешка может превратить этот табак в кулачок горящей травы. Имейте это в виду. Такие дела. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Смокис Магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...